Первые зрители в новом здании Барнаульского планетария. Полярное сияние, движение астероида. Сегодня здесь есть возможность увидеть небесные объекты в режиме реального времени, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени. Мы продемонстрировали, что мы готовы к работе, что у нас все есть, что мы действительно запустились. И на сегодняшний день мы только отрабатываем, как нам правильно здесь вести свои программы. То есть это не просто вы зашли в кабинет, сели за компьютером, а у вас все построено. Нет, здесь технически очень сложный процесс, который нужно построить именно в данном учреждении, в данном зале. Барнаульский планетарий – один из старейших в России. Он был открыт в марте 1950 года. В здании бывшего кинотеатра «Родина» планетарий перекочевал из изумрудного парка. В это здание было вложено 18 миллионов рублей из городского бюджета. На эти деньги здесь провели капитальный ремонт и приобрели оборудование. В этом году будут разработаны проекты еще одного зала и хола. Сделать предстоит многое. Сделать предстоит еще и обжить это помещение, насытить его современной мебелью, современными какими-то зонами. Планируется создание еще двух помещений, еще двух залов интерактивных. Планируется проводить программы не только о космосе, рассказывать, а и об окружающем мире, об экологической обстановке, об истории. Я считаю, что такой планетарий – это планетарий не только города Барнаула, это такой образовательный процесс, завязанный вокруг планетария всего края. Я думаю, что будут организованы экскурсии. Дети с наших районов и других городов будут сюда приезжать. Добавим, что это был лишь пробный показ, а уже с февраля планетарий ждет всех посетителей – маленьких и взрослых. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.